Еще буду попереду. Кстати, ты мне показывал сейчас оценки, которые выставляли нашим гимнасткам на предыдущем турнире Кубок Белкомнефти в Москве. Сейчас, кстати, выступает российская гимнастка Манулова, вправо, с булавами. Как ты оценишь ситуацию, что состоялась в Москве и тут, в Киеве, Сережа? В общем, в Москве была достаточно независимая ситуация, поскольку там был и этап серии Гран-при, и параллельно проходили соревнования на Кубок света. Разобраться, какие гимнастки, какие оценки имеют, и в каком-то турнире, никто не мог объяснить. Можно сказать, что, кстати, Олеся Манулова стала бронзовой призеркой в соревнованиях с скакалкой в Москве. Можно много говорить, насколько эта оценка объективна. Однако, безусловно, Манулова есть талановой кимнасткой, перспективной. Может, в ней также будет в будущем, с высокими достижениями. Россиян говорит, что у нее не длинные ноги из света элиты, но я так увидел, как выступала наша Олена Дзюбчук, то с этим можно поспорить. Конечно, конечно. У Леси 15 лет, она родилась в Перми, начала заниматься художной гимнастикой, а потом переехала до Москвы, и сейчас тренуется в центре олимпийской подготовки под хиринистом Ирины Вінар. Непоганное выражение, смотрители аплодируют, россиянцы. Что ж, конечно, это непоганый выступ. Хочу ж дякую тебе, Сережа, мы с тобой еще обязательно встретимся в ближайшем часу в эфире. Харрис, гимнастка из Угорщины.